Стихийное бедствие накрыло Грецию. В этой стране бушуют лесные пожары. Из шквального ветра огонь распространяется со стремительной скоростью, из-за чего властям пришлось эвакуировать 11 городов и деревень. Далее обзор международной хроники. Европейский центральный банк будет снижать ставку по депозитам раз в квартал до конца следующего года, что, по мнению экономистов, приведет к завершению цикла смягчению политики раньше, чем ожидалось. Опрос аналитиков Bloomberg показывает, что в декабре 2025 года этот показатель достигнет 2,25%. Ранее респонденты прогнозировали, что такой уровень будет достигнут только во втором квартале 2026 года. Постоянное давление на заработную плату, подпитывающую внутреннюю инфляцию, заставило некоторых чиновников на последнем заседании Совета управляющих Европейского центрального банка задуматься о том, есть ли возможность для еще одного шага в этом году. Экономический рост в частном секторе еврозоны в июле приостановился, и Германия остается обузой для остального региона. Франция, Германия и Великобритания заявили, что приветствуют усилия Катара, Египта и США по достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. В совместном заявлении говорится, что стороны согласны с тем, что не может быть дальнейшего промедления. Добавив, что они сотрудничают со всеми сторонами. Чтобы предотвратить эскалацию, приложат все усилия для снижения напряженности и поиска пути к стабильности. Между тем, армия обороны Израиля дополнительно скорректировала границы гуманитарной зоны спустя несколько часов после того, как она выпустила предупреждение об эвакуации для палестинцев в районе Хан-Юниса. Ранее военные заявили, что у них есть точные разведданные, указывающие на то, что Хамас действует в обозначенной зоне на юге сектора Газа. Опасаясь обстрелов и боевых действий, молодые люди начали покидать свое убежище сразу после призыва к эвакуации. Многие снимаются с места уже не в первый раз. Экономисты, участвовавшие в опросе, понизили свой прогноз по крупнейшей экономике Европы и ожидают роста всего на 0,1% в этом году. В Греции бушуют лесные пожары. Из-за шквального ветра огонь распространяется со стремительной скоростью. Пожар уже подобрался к Афинам. Властям уже пришлось эвакуировать по меньшей мере 11 городов и деревень. Лесные пожары продолжаются с мая. Как считают ученые, необычайно жаркая и сухая погода, связанная с изменениями климата, привела к тому, что огни стали более частыми и интенсивными. Более 500 пожарных при поддержке добровольцев, 17 самолетов и 15 вертолетов боролись с очередным пожаром. Распространению огня способствовал сильный ветер. Субтитры создавал DimaTorzok